Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях вновь представители детской школы искусств номер 3 городского округа Люберцы. Это преподаватель фортепиано, заведующая фортепианным отделом детской школы искусств номер 3 Екатерина Анатольевна Глазова. Здравствуйте, Екатерина Анатольевна. Здравствуйте! Всё правильно сказала, преподаватель фортепиано. Конечно, да. Красиво так звучит. Преподаватель фортепиано. И Арина Курочкина в первой части нашей программы ученица детской школы искусств номер 3. Можно сказать, что вы пианистка, да? Да. Грустная такая пришла. Честно, но пианисты тоже бывают грустными, правда? Вот известная там, какие-нибудь, Святослав Рихтер, например, да? Это от серьёзности, от масштабности. Да, от масштабности всё. Поэтому так и должно быть. Ну и во второй части к нам присоединится ещё одна участница, Злата Лапина, ученица тоже детской школы. Ну, давайте поговорим сначала. Екатерина Анатольевна, в принципе, музыкальная школа, школа искусств с наших времён, я помню. Ну, куда обычно детей? Либо в танце, либо на пианину. Правильно? Да. Вот на сегодняшний день фортепиано. Много вообще желающих прийти к вам? И чем ваши фортепианные уроки отличаются от того, что было когда-то давно? Знаете, огромное количество желающих и родителей, и детей отдать ребёнка в музыкальную школу. И чтобы ребёнок непосредственно освоил, получил владение этим музыкальным инструментом. Конечно, встают сразу несколько проблем. Это приобретение инструмента. Ситуация пока может быть и не ясная. В самом начале получится, не получится. И пианино сначала можно купить. Да, пианино или цифровой, какой-нибудь простенький синтезатор. А по мере уже углубления занятия... Нужен инструмент? Нужен, конечно, да. Кстати, сегодня же инструменты в России выпускают, или это всё-таки в основном заграничные? Нет, у нас есть в Салт-Петербурге фабрика Михаила Ивановича Глинка. Вот даже нашей школе подарили три года назад замечательный рояль. Да, Михаил Иванович Глинка. Мы им прекрасно пользуемся, проводим наши концерты. Да, в больших количествах. То есть у нас инструмент этот очень востребован. Ну и вот, я так понимаю, что классы разные. С какого возраста берёте вы на обучение? Ну, на предпрофессиональную программу, именно на фортепианную. Мы принимаем детей с 6 лет и 6 месяцев. Конечно, приходят многие без подготовки, но есть возможность прийти в подготовительный класс даже буквально с 4-5 лет. У меня вот есть такие ученики. И уже поступая в первый класс, некоторые играют на уровне первого-второго класса. Да вы что? Даже так, да. То есть наша задача их влюбить в этот инструмент, приучить, заниматься, чтобы они сами хотели открывать, напоминали родителям. Мама, я должна поиграть, спать не лягу. Вот как. Вот я честно скажу, что я, конечно, хотел бы научиться играть на пианино, на фортепиано, на всех вариантах, потому что кажется, что как-то это иногда вот так смотришь, где-нибудь, например, очень модно в аэропортах, да, в том же Красноярске, например, да, стоит аэропорт. По-музыцировать. То есть можешь сесть и сыграть. Причём любой может сесть. Он, конечно, расстроен, но тем не менее. Во многих европейских странах тоже. Я вот помню, где-нибудь там из Барселоны вылетаешь, сидит человек, причём играет вовсю, народ подходит, смотрит и так далее. То есть даже на таком уровне. Я уж не говорю про концертное. Ну, даже и у нас в торговых центрах, пожалуйста. Да, да, да. Поэтому сразу же вопрос Карине Гурочкиной, которая уже... Сколько лет вы уже занимаетесь этим? Я уже седьмой год хожу. Семиклассница. Семиклассница. Ну, это уже срок. Это срок. То есть вы уже легко, да, так? Ну, достаточно, да. Можете так сделать? Конечно. Элементарно. А кто вас привёл вообще? Как вы попали? Меня в 4 года привела мама. Но сначала это был сложный выбор у неё, куда меня отвезти, но потом она хорошенько подумала и привела меня в музыкальную школу. Молодец, мама. Главное, что хорошенько подумала, правильно, в музыкальную школу. А вы хотели куда-то? Или тогда не принимали решение? Ну, в детстве я ещё вообще не понимала, что такое кружки и какая у меня будет профессия. Хорошо. Ну, теперь, насколько я понимаю, мы не просто так же у нас Арина в гостях здесь находится, Арина у нас уже звезда, то есть уже Рахманинова. Да, поигрываем. Расскажите, в кулуарах мне рассказали, поделились этими тайнами. Давайте всем расскажем. В этом году мы широко отмечаем во всём мире и в нашей стране 150-летие со дня рождения выдающегося Сергея Васильевича Рахманинова. И вот Арина, она, конечно, успела принять участие в областном конкурсе, посвящённом 150-летию Сергея Васильевича в городе Электростали. Мы с ней вместе выступили в фортепианном дуэте учителя-ученик, и даже стали лауреатами этого конкурса, что очень было приятно. Да, и исполнили мы с ней вместе в четыре руки на одном рояле русскую песню Сергея Васильевича. Да, 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 да. Это такой серьёзный опус, состоящий из нескольких произведений, и Сергей Васильевич создал его, так как в те времена было очень мало ансамблевой литературы, и вот он решил создать что-то такое своё на основе русской музыки. И у него это очень здорово получилось. Ну, это взрослое же произведение, безусловно. Да, конечно, но его уже могут исполнять продвинутые ученики, можно так сказать. Продвинутые ученики, вот приятно, когда Электростали знает правильные слова. Итак, Арина, вы продвинутые ученицы, скажите мне, пожалуйста. Но это же тяжёлый труд. Наверняка сначала это не очень хотелось, это же мучительные были все, как сказать, уроки, репетиции. А потом, видимо, пришло время, когда, ну, понравилось, да? Я правильно говорю? Ну да, в детстве, ну, чуть-чуть пораньше, где-то в классе третьем, мне было сложно заставить себя сесть за фортепиано. Но сейчас я встаю каждое утро и начинаю играть. И каждое утро, это, извините, в 6 часов утра. А как родители радуются вашей игре в 6 утра? У меня большой дом, поэтому я просто закрываю дверь, и меня никто не слышит. В общем, прям как в дворянской семье, да, солнышко и игра. Всё по высшему разряду. И долго-долго-долго идёшь по дому, персики, виноград. И это ещё воспитательный момент, потому что подрастает рядом младшая сестра, которая тоже проходит такой путь, ещё не поймёт, нужно ей играть. На фортепиано не нужно, где-то из-под палки, где-то как. Но рядом такой пример, и уже она мне сообщила, тоже моя ученица. А вот я встаю, пока все спят, пока не слышат, я занимаюсь. Молодец. То есть так можно и в 6 рук играть, если можно было. А вы знаете, это можно, и тем более вот девочки, и Злата, и Арина, ещё у них есть третья коллега София Ковалёва. Они вот с 6 рук играют буквально с 3 класса музыкальной школы. Мы создали такой фортепианный ансамбль, да, и тоже выступали в конкурсах. Прямо названием. И продолжаем такую традицию. Слушайте, это здорово. В 6, в 8, в 4. Как угодно, да, сколько позволяет фортепиано. Екатерина Анатольевна, сейчас нас смотрят люди, которые хотят привезти детей, или, например, они перед дилеммой стоят. Но, опять же, это довольно традиционно. У нас здесь были и спортсмены, и хореография, и йога была. Самые разные направления. И художники, и поэты. Да, фортепиано, я имею в виду, ну, пианино, да, по-нашему простому, это довольно традиционная история. Тем не менее, давайте мы расскажем родителям, что даёт фортепиано, помимо музыкального вкуса, да, какая физиология фортепиано закладывается в ребёнка. Ну, ум ребёнка, как говорил Сухомлинский, находится на кончиках пальцев. Да, и когда ребёнок своими собственными ручками, маленькими, ещё неподвижными пальчиками, но пытается уже создать какую-то мелодию, какой-то момент творчества, в этот момент он преображается и становится уже думающим ребёнком. Ну, то есть, да, он начинает, вот, это такое слово, творец есть, в данном случае он творит сам уже что-то. Конечно, конечно. Ну, и тут важно поговорить, вы сказали, шесть с половиной месяцев, но иногда, может быть, и позже можно привести к работе. Конечно, конечно, да, до девяти лет. До девяти лет. Первый класс принимаем. И сколько идёт обучение, что в него входит? Восемь лет. Восемь лет, да. Оно разбито на какие-то этапы, да? Ну, нет, есть определённые дисциплины, по которым дети обучаются, это же не только фортепиано в прямом понимании, да, а ещё у нас и теоретические предметы, сольфеджио, слушание музыки. Самое страшное слово, сольфеджио, да, мы услышали. На самом деле, это замечательный предмет. Я смотрю, Арина улыбнулась, да. Она очень любит сольфеджио, музыкальную литературу. Ну, подождите, давайте сейчас вот мы спросим. Арина, скажите, ну, все говорят, что сольфеджио – это что-то страшное, это прям как… Ну, я тоже такое слышала. Что? Мне, в принципе, сольфеджио нравится. Чем? Ну, я его понимаю. Ага. То есть вы с ним как-то договорились внутренне, да? Можно и так сказать. Ну, еще педагог преподносит так, что это становится родной и любимой предметом. А какие еще предметы у вас? Расскажите, Арина. У нас фортепиано, хор. В седьмом классе начинается дирижирование. Да, минуточку. Тут нужна еще… Справочка. Да, некоторые комментарии внести. Арина не совсем на фортепиано-отделении учится. У нее есть такой предмет фортепиано в программе, но она учится на хоровом пении. Это ее специальность. Угу. Да, но на хоровом пении фортепиано – это как вот тоже… Дополнительное образование, можно так сказать, да? Это все входит в программу, но уровень должен быть соответствующий пианистам в том числе. Потому что играть приходится и хоровые партитуры с седьмого класса, основы дирижирования преподаются, седьмой-восьмой класс. Девочки знакомятся с партитурами, они их разучивают, есть специальные зачеты, где они сдают и голоса, и играют партитуру на инструменте. Потом они выходят к хору, работа с хором у нас тоже проводится на хоровом пении. С палочкой? Нет. Нет, пока без палочки. Да, да, да. Это уже в высшем звене. Ну, на самом деле, скажем, если о высшем звене вы говорите, да, театральный институт, там, например, чтобы стать режиссером, ты должен пройти 4 года актерского обучения. 4 года, ничем нет, ничего режиссерского там нет. И только последний год у тебя есть возможность за год придумать какой-то свой проект и так далее, да. Поэтому, да, для того, чтобы, например, и петь, и играть, и аккомпани... Есть же еще такое слово «аккомпаниатор» красивое слово. В том числе, этим мы тоже занимаемся, то есть мы практикуем, что девочки выучивают аккомпанемент, хор поет, кто-то из юных дирижеров управляет хором, а есть и концертмейстеры. Как у вас все хорошо, все при делах, да? Да, настоящее самоуправление, мы отдыхаем в этот момент и радуемся. Арина, мы сейчас через минуту с вами попрощаемся, на ваше место придет Злата. Скажите, а что вам еще дала вот эта школа, помимо того, что вы можете, вот еще чуть подрастете, и где-нибудь в гостях, где есть хоть какой-то инструмент, просто так сядете, как дадите Рахманина, Рахманина, и все, и просто вот все будут в шоке. Что еще вам нравится? Ну, мне нравится ездить по разным конкурсам. Так, а где были? Ну, в основном по Москве. Московская область? Да. Московская область, электросталь вот из последних. Здесь в Люберцах конкурсы тоже мы участвуем. Там борьба идет, да, конкуренты? Конечно. И жюри – это Московская консерватория. Ага, то есть там так просто не пройдешь. Нет, конечно. А вот, а можно покажите ваши руки? Говорят, что у музыкантов особенные руки. Говорят, что я почему спрашиваю, Екатерина Анатольевна, да, вот как, вот так, вот, вот, да, вот так, да? У меня все равно криво получается. А правда говорят, что у музыкантов должны быть длинные пальцы? Ну, вот Сергей Васильевичу Рахманину очень повезло в этом плане. Его кисть охватывала 14 клавиш. Да, от до до фа. А, вот так, да? Да, 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 уже через. Да, 14 клавиш. Ну, как бы, но приспособиться при желании можно с любым аппаратом. И получится. Да, конечно. Арина, еще такой вопрос, не могу его вам не адресовать, но, понятно, есть классика жанра, есть Рахманинов, есть какие-нибудь русские народные мелодии наверняка. Да, конечно. А что-нибудь современное-то так втихаря играете? Ну, если будет время, я иногда в летом сажусь и что-нибудь разучиваю, набираю. Нам хочется просто увидеть вас и в классическом репертуаре, а может быть потом, сейчас же тем более, как говорят, видосик-то любой можно записать, да? Да. И есть что-нибудь такое? Ну, мы в этом году с Ариной тоже в программу конкурса включили произведение джазового композитора отечественного, да, Игоря Якушенко «Пишущая машинка». Ну, само название уже говорит о заложенной программе, да. Да, да, да. То есть, как бы, привет и почтение всем секретарям. Да. Ну, Арина, мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. Мы желаем удачи, успехов в последующих конкурсах. С Екатериной Анатольевной мы пока не прощаемся, а во второй части помучим еще одну ученицу своими вопросами. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» и говорим мы о фортепианном направлении, и о дирижерском, и о хоровом направлении Детской школы искусств номер 3 Коротского округа Люберцы. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях представители Детской школы искусств номер 3, преподаватель фортепиана, заведующая фортепианным отделом Екатерина Анатольевна Глазова и Злата Лапина. Еще одна ученица, учащаяся... Ну, тогда сразу вопрос Злате. Мы с вами уже знакомы целых 13 минут. Злата, скажите, пожалуйста, вас тоже притащили фортепианным делом заниматься или вы сами? Вообще нет. Я сама захотела. Просто когда мне было примерно 4-5 лет, у меня был такой маленький игрушечный металлофон. Я играла, я не знаю, мне очень нравилась музыка, и родители сказали мне... Пусть играет в другом месте. В музыкальной школе и вы в школе. Ты ходишь танцевать, заниматься гимнастикой или играть на фортепиано? Я сказала, играть на фортепиано, заниматься музыкой. А гимнастикой решили не заниматься? Ну, то есть я как-то число, что это не мое. Понятно. То есть вы именно музыкой занимаетесь на сегодняшний день? Да, и рисование. Уже сразу всё знала про себя. Ага, понятно. Такое тоже случается. Это вот этот такой милофон, да? Ну да, да, палочками. Да, да, да. Я помню, что тоже в детстве. Сначала родители дают это ребёнку, чтобы отвлечь его, потом они устают от этих мучительных звуков. А ты уже мелодию сразу сочиняла. Да. Ну да, было такое. А, даже мелодию сочиняла. Подбирала, возможно, детские песенки. Ну да, что-то было, а Мишка с куклой громко толкнул. А, понятно, да. Умница. Да, как в наше время говорила, ферму снимала, то есть по слуху понимала, что звучит. Это очень важный такой момент. Ну хорошо. Екатерина Анатольевна, вот это очень важный момент. Я хочу, чтобы мы тоже разделили. Есть дети, которых всё-таки тащат родители. Мы должны в этом признаться. Родители хотят дать ребёнку больше, понимают всё-таки, что фортепиано – это правильно. Да. Да, да. Развиваются. Ну, наша задача – влюбить. Влюбить. В инструмент, посредством концертов, просветительской деятельности. И как-то они не заметны. Погладить по головке немножко. Где-то и конфеткой. Где-то конфеткой. Где-то и маленький такой показатель. А конфетка сегодня будет? Да, да, да. Или бубличек очень любит. А вот как с теми, кто вот наоборот всем сердцем, что называю, и готов играть с утра до вечера, и впереди паровоза немножко бежит. Такое же тоже бывает. Ну да, вот Злата очень любит заниматься. Много и серьёзно. Ну, как бы мы только рады. Пожалуйста. Это уже другие возможности. Каких конкурсах Злата участвовала? Она приняла участие в этом году во всероссийском конкурсе «Мы любим джаз в городе Видное». Вот, вот, да. Да, с Дарьей Посларь, которая тоже была участницей вашей программы. Ага. И не стали там лауреатами. Ну, все, кто у нас в программе, они стали лауреатами становятся. Тоже традиция. Да, да, да. Расскажите про этот конкурс. Как вы там выступали? Ну, был очень интересный конкурс. Вообще, очень интересно было послушать другие номера. Чего они умеют, да? Ну да, потому что там были ударные инструменты. Эстрадный бокал, труба какая-нибудь была бы, да. Закцамбоны. В общем, много всего было. Председателем жюри был Овчинников из Академии джаза. То есть, не просто так. Солидная тоже жюри. А вы чего играли там? Кошачья суета в трех частях. Вообще, там предполагается кларнет, но Даш, она играет на баяне, и она заменила кларнет. И мы решили адаптировать эту партию кларнета под баян. У нас был... Русскую версию сделали. Да, у нас был опыт исполнения кларнета. Но, так сказать, представилась возможность с Дашей поэкспериментировать. И эксперимент удался, можно так сказать. А вот это интересный такой вопрос, Злата, потому что я когда... Я уже рассказывал, по-моему, но еще раз повторюсь. Приходишь, например, в оперный театр, ну, если билет где-то сверху, рядом вот над ямой оркестровой, и следишь иногда, особенно если опера не очень тебе нравится вдруг, ну, бывает же такое, в конце концов. Актеры, может быть, плохо играть, такое бывает. И ты начинаешь следить за тем, что там происходит в оркестровой яме. Кто главный? Ну, как бы, у нас же главное кто? Скрипка же, правильно? Ну, дирижер. Ну, дирижер – это вообще святое, да. Вообще скрипок очень много. Кому в руку скрипачу? Да, и скрипки. Первая скрипка, она дает тон всему, и всем инструментам, и все подстраиваются под нее. Но вот фортепиано, он же рояль, ну, все. Он же король всех инструментов. Но не во всех он принимает участие. Он так стоит иногда одиноко. Но я о чем хочу сказать? Когда уже он действительно играет, как вы сотрудничаете с другими музыкантами? Ведь это очень интересно, чтобы попадать, чтобы в... Вот еще дирижерство мы обсуждаем. Да, да, да. Дирижерство взмахнул, раз, и как будто бы единый такой организм начал работать. А если вы вдруг немножко, ну, плохо спали сегодня, или задумались о чем-то, какие-то там проблемы, и забыли нажать вовремя на клавиши, такое можно было? Ну да, бывает всякое. Можно сбиться во время выступления, но обычно всегда, ну, ты вспоминаешь... Задача не растеряться. Да, вырубиться. Чтобы мы подумали, что так и задумывались. Конечно. И виду не подать нисколько. Мы тоже это все проговариваем, работаем над этим, чтобы дети не терялись ни в какой ситуации. Ну, и вот эта командная работа, она тоже интересна, потому что индивидуальное одно, а командное другое. Да, конечно. Просто представить себе с баян, да, с роялем, с фортепиано, это, конечно, очень интересная история. А вам какие клавиши больше нравятся, белые или черные? Все. Вот, молодец. Может, только гармония создает красивое звучание? Очень хорошо. Кстати, о гармонии. Правильно можно понять, что вообще любое обучение в музыкальном направлении, даже неважно сейчас, простите, фортепиано, баян или барабан. Так все инструменталисты, они тоже занимаются предметом общего, фортепиано, да. Это общее развитие, да, гармония, когда человек начинает гармонично чувствовать мир. Конечно, да. Даже в проезжающем трамвае он может музыку услышать. Да, и может услышать отдельные ноты. То есть слух настолько развивается, что можно его относительно... То есть слух развивается. А я думал, он либо есть, либо его нет. А развивается это как? Ну, методики развития слуха, конечно же, тоже существуют. Об этом теоретики могут рассказать более подробно. Но если человек ставит перед собой определенную задачу, то можно... Хорошо, давайте поговорим о планах ваших. Потому что мы сейчас находимся в таком летнее... до осени еще далеко, тем не менее. Прием в школу когда у нас начинается? Или он уже идет? Он уже идет с 15 апреля до 15 июня. Родители, пожалуйста, подают заявление, определяются дни прослушивания, приходят с малышами. И мы уже предлагаем разные инструменты, кому что понравится. То есть может прийти на один, например, а если перейти на другой? Конечно, да. И можно в процессе выбора что-то совсем другое придумать для себя и для ребенка и посмотреть. Если даже ребенок попробовал, что-то пошло не так, или появился интерес к другому инструменту, то тоже можно как-то перейти и продолжить свое обучение. Но я так понимаю, что у вас, наверняка, должны быть какие-то отчетные концерты, потому что папа с мамой должны прийти и посмотреть, что она там по струнам с утра до вечера. Из ближайших 24 мая приглашаем. У нас будет концерт с названием «Парад юбилеев». В этом году не только Сергей Васильевич Рахманин прославляется, а еще и Йоганн Эсбранс 7 мая 190-летия, Эдвард Грик, норвежский композитор. Вот эти все три композитора будут представлены в программе отчетного концерта. Понятно. А вы кого играете из великих композиторов? Есть у вас в списке? Сейчас или вообще? Вообще? Кого можете? Ну, вообще, я играла, очень люблю Чайковского. Так, ну... Очень обожаю Рахманинова. Мне очень нравится его музыка. Сейчас готовишься к выступлению. А из импортных кого-нибудь любите? Мендельсон. Мендельсон. Ну, это вам, да. Представляете, на своей свадьбе можете сами себе Мендельсона сыграть. Конечно, да. А еще кто? Еще Бах. Ну, Бах – это вообще очень интересный композитор. У него очень сложная, достаточная игра. И я стараюсь выучить его произведения, потому что они развивают, в общем, все качества фортепиана. Сейчас осваиваем вершины его фортепианного творчества. Это хорошо темперированный клавир, прелюдию с фугой. Я был в Лепциге, где он похоронен, в церкви святого Фомы. Там украшенная его могила, она как бы, ну, ближе там... Подойти к ней нельзя. Там и музей все есть. То есть так... Ну, вообще-то такая интересная фигура. Он же все эти вещи, можно сказать, подпольно писал, потому что задача была отработать церковную музыку. А все остальное это считалось как бы ни-ни. Тем не менее, дошло до наших времен. Даже еще на пути становления своего композиторского таланта он переписывал в темноте известная история «Присвете луны» ноты других композиторов. Еще не говоря даже... Получил от старшего брата, но... Не говоря бурной его личной жизни. Да. Вот. А кого еще? Кто еще в репертуаре бывает, попадает? Ну, вообще очень много композиторов, которые не так известны. Да, например, Токтукишвили. Я играла, мне очень нравится его музыка. Гиллок. Тоже много было у меня произведений. Вообще со Златой мы проходим огромное количество. То есть вы позволяете расширить, да, гамму? Не просто вот сидеть в каком-то классическом наборе. Это должно быть. Да. Нужно как можно больше проходить репертуара, осваивать новые виды. Да, иначе все начинается с чижек-пыжек, где ты был, или собачьи вальси обычно, да, а потом уже вот до таких. Это такие существуют приманки определенные. Мы подходим сейчас к финалу. Злат, ну а как вот вы планируете дальше, вот закончится обучение, и дальше что, просто будет, или попробуете, может быть, как-то профессией это сделать? Ну, вообще музыка всегда останется в моей жизни, творчество. То есть, видимо, будет что-то музыкальное. А, ну да. Скоро хотите, или как, если все будет хорошо? Даже не знаю. И фортепиано, и как-то есть. Кстати, женщина-дирижер, это же редкость. Ну, хоровой дирижер не очень редко. Хоровой, да, а мы, может быть, вообще провойдем. Ну, аркессера, да, это очень редко. Представляете? Это очень интересно. Будете супер просто. Спасибо вам огромное, вам удачи. Напомню, что это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго, до свидания. Далеко до порога заветного, До знакомой калитки одной. Береги, солдат, Эту светлую мечту, Эту даль, это дом родной. Береги, солдат, Эту светлую мечту, Эту даль, это дом родной. Голубеет земля беспредельная, Мчится солнце дорогой земной. Береги, солдат, Землю родины своей, Этот свет, это дом родной. Береги, солдат, Землю родины своей, Этот свет, это дом родной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова